Я снова всех приветствую, дамы и господа! Вы на канале ножиков.ру, меня зовут Даниил, и сегодня мы поговорим на очень интересную тему, а именно, когда модели складного или фиксированного ножа считать устаревшей. А героем нашего обзора сегодня выступит Миков Предатор в трех его вариациях, то есть со светлым клинком и деревом, с темным клинком и пластиком, и светлым клинком и пластиком. Парочку слов скажу о компании Миков и о их патентованном замке. Компания была основана в Чехии в 1793 году и по сей день там и располагается. Также там находится производство компании. А если говорить про замок, то это патентованный замок, который произвел сам создатель данного бренда, и по сей день он на их ножах и используется. Также не только ножи складные производятся с таким замком, но и ножи по типу швейцарского, то есть с большим количеством инструментов и там такой же замок. Представьте, вы не просто двумя руками вытаскиваете какую-либо отвертку, а нажимаете на кнопку сбоку и она вылетает с знатным щелчком. Если говорить про сам нож, то это достаточно простой и понятный нож со следующими характеристиками. Клинок у него длиной 89 миллиметров, поскольку это полуавтомат, а автоматические ножи с длиной клинка более 90 миллиметров в нашей стране запрещены. Длиной рукоятки 120 миллиметров и весом порядка 150-140 грамм. Поставляется он в обычной картоновой коробочке с логотипом миков, но внутри лежит у каждого абсолютно вот такой прекрасный кожаный чехол для ношения на поясе с клевкой. Ну и почему же такая сегодня тема ролика? Дело в том, что данный нож, а именно моделька Predator, выпускается в похожем исполнении уже порядка 40 лет и никак не меняется дизайном. То есть у ножа неразборная рукоять, отсутствует темлячное отверстие, конструкция абсолютно сплошная, то есть промыть, продуть нож нельзя. Да, у ножа сейчас более современная сталь, в отличие от 420 хай карбон, которая стояла на нем раньше, сейчас используется N690 австрийского производства. Клинок ножа выполнен в форме спирпоинт, что больше делает его похожим на какой-нибудь итальянский стилет, но при этом рукоять у него немножечко иная. Соответственно, у нее есть вот такой вот изгиб, который очень-очень помогает ножу удерживаться в вашей руке. И поверьте мне, вот в таком вот открытом положении он тут сидит, ну прямо как влитой. Я вам показал только одну вариацию данного ножа. У меня здесь еще лежат классические варианты с черным клинком и черной рукояткой, соответственно. Также еще более классический вариант с светлым стонвошенным клинком и черным пластиком на рукоятке. Первую часть ролика я рассказывал про нож со светлым клинком и деревянной рукояткой, просто потому, что он мне больше нравится. Но также стоит уделить внимание и другим его вариациям. Например, более классическая версия с черным пластиком и стонвошенным клинком очень хорошо продается в нашем магазине даже сейчас. Почему я говорю даже сейчас? Потому что, на мой взгляд, этот нож все-таки немножечко устарел в плане того, как использовать его на EDC, то есть на каждодневное ношение. Но при этом нож нисколечки не утерял в своей харизме и в том, что про такие ножи говорят, у них есть душа. Если вы ищете нож в свою коллекцию, который будет пополнять ее не потому, что у него классные характеристики, именно там тонкое сведение, удобная, еще более удобная рукоять, чем у этого, не знаю, то это, скорее всего, все-таки не ваш вариант. Это ваш вариант, если вы хотите нож, который будет вам действительно нравиться и который займет особое место в этой коллекции. Консервативность компании Миков и, в частности, модельки Predator заключается в их кожаных чехлах, поставляемых в комплекте. Сделаны они по старым традициям под вертикальное ношение, чтобы нож доставался от пояса вверх и сделаны они просто отлично. Толстый шов, толстая кожа и очень надежная клепка. В заключении хочется с вами немножечко подискутировать. Лично я считаю, что данная моделька уже немножечко вышла из моды. Будете ли вы носить этот нож с собой каждый день? Или же он будет лежать у вас просто дома на полочке и радовать вас своим классным щелчком? Друзья, пишите свои комментарии под постом, отвечайте на мой заданный вопрос. Если понравился обзор, ставьте лайк. Ну и не забывайте прожимать кнопку колокольчика, чтобы получать уведомления о новых видео. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok